Итак, в летописях 17 века историки обнаружили точную дату, когда перебравшиеся в Северную Америку европейцы впервые попробовали кукурузу. Это случилось аккурат 16 ноября 1620 года на территориях, которые сейчас занимает штат Массачусетс. Кукурузу заготовили на себе на зиму индейцы, не предполагая, что их тайник будет обнаружен отрядом британских поселенцев, который прочесывал окрестности как раз в поисках пропитания. Место, где был найден склад кукурузы, получило название Корнхилл. 16 ноября 1841 года житель Нью-Йорка по имени Наполеон Герин запатентовал пробковый спасатель, представлявший собой простеганный особым образом жакет, наполненный измельченной натуральной пробкой. Всего через несколько лет Америка начнет активное судоходство, первые пароходы окажутся очень ненадежными, и спасатели Герина сохранят огромное количество жизней. Ну а Герин позже проставился еще одним изобретением, придумав инкубатор. 16 ноября 1907 года в состав США с 46 штатом вошла территория красных людей. На языке индейцев, живших в Оклахоме, окла значит люди, а хома красные. Впрочем, вскоре штат красных людей стали дразнить штатам Тропыг, население которого вечно куда-то торопится. На сегодняшний день в Оклахоме проживает около 3,5 миллионов человек, и этот штат считается чемпионом по количеству дурацких, до сих пор неотмененных законов. Ну, например, женщины там не могут укладывать сами себе волосы, если не имеют на это соответствующей лицензии. А оральный секс, извините, если за этим застукают даже мужа и жену, даже на собственном бэкъярде, карается штрафом от 2,5 тысяч долларов до одного года тюрьмы. Примерно то же самое грозит человеку, который корчит собакам рожи. Ну, а собаки, в свою очередь, для того, чтобы собираться в группы более трех особей, должны иметь соответствующее разрешение, подписанное мэром. Ну, как вам это нравится? Ну, и, наконец, 16 ноября 1957 года серийный убийца, некрофил и каннибал Эдвард Гейн убил свою последнюю жертву. Вскоре Гейн был пойман, признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу, где прожил до конца своих дней. Вот об этом человеке впоследствии был снят знаменитый фильм «Молчание ягнят». Вот, собственно, и все памятные события американской истории, которыми богато 16 ноября, но, по крайней мере, такими историями, которые нам показались интересными для вас. Это шоу «Почти дома». Меня зовут Андрей Ласкателев. Шоу «Почти дома» выходит в эфир с понедельника по пятницу с 5 до 8 вечера. Не опаздывайте.